Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии «За Кушицкое царство» на последнем уровне сложности, на огромной карте, со всеми возможными цивилизациями и так далее, и так далее. Ну, в общем, подробности в первой серии. Переходите, ссылка на весь плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Ещё хочу в начале видео извиниться перед спонсорами, потому что они вот эту серию видят с задержкой. Так получилось, что предыдущие серии вышли с большим браком по звуку. Оказывается, во время переходовки Old World очень сильно напрягает комп, так напрягает, что запись видео останавливается, а запись звука продолжается. И за счёт этого, после каждого хода всё больше и больше рассинхрон происходит. И я сидел, занимался эти дни тем, что переделывал предыдущие видео, заново их рендерил и загружал. Поэтому те, кто не спонсоры, наверное, так и увидят вот раз в день, а для спонсоров между шестой и вот этой седьмой серией долговато, много времени прошло. Ладно. Ещё раз прошу прощения и спасибо вам за поддержку. Продолжим. Так, у нас несколько наследий. Контролирует шесть соединённых... Ну, вот эти города мы, по-моему, чуть ли не этим ходом должны где-то тут выполнить. Так, война у нас только с вандалами, я так понимаю, которых вот тут буквально осталось. И вот тут налёт у нас происходит. Она тут слабовато, конечно, будет проходить. Давайте, наверное, так проатакую. Крит прошёл, вот это здорово. Так, а неужели не добиваем? Да, чуть-чуть не добью. Так, больше вроде... Больше вроде тут никого нету. Я уже забыл, нападал тут на нас кто или нет. Видите, большие перерывы между сериями так получилось. Так, значит, нам надо соединить Мергису и Саялу ещё. Так, тут у нас... Давайте, наверное, так. Блин, не добиваю, что ли? Лошадью добиваю. Ну ладно, лошадью, видимо, так надо сделать и тут полечиться. Что у нас вообще по событиям? Слухи о вашем знании составного лука разнеслись далеко. Далее споевает представитель царицы Скребонии Доброй из Рима. Я думаю, нету смысла делиться с Римом. Сильнее меня только Карфагены. С тех, кого мы встретили... Старейшины Мергиса уже давно рассуждают о будущем городу. Узнав о мудрости жрецов иудаизма и зороастризма, они пригласили к себе и тех, и других. В итоге жрецы враждующих религий быстро поссорились и отказались жить в этом городе вместе. Вот прям... А происходящее, например, сегодня в Израиле очень похоже, да? На вот это вот... Сколько времени прошло, сколько лет, сотен лет, это люди разных религий все не могут договориться. Но отправить своих человеков, чтобы они дали указания, я лучше вот 180 соцкапитала возьму. Вы проводите званный вечер в чарующей беседе с одним из младших придворных. Вино течет рекой, и беседа перетекает далеко за полночь. Вскоре гости начинают расходиться, но ваш спутник никуда не спешит. Нет, давайте царице нужен отдых. Так, герцогиня Атосамали, четвертая в очереди, то есть она править вряд ли будет. Давайте тактику. Мне кажется, у нас тут войн будет дофига. Объявите внимание, что у нас сотый ход сейчас ровненько идет. Ровно сотый ход. Так, что у нас в городах тут? Совет завершен. Зачем я тут совет, интересно? Я тут откладывал как бы на один ход, получается. Это я тут, видимо, да, хотел фермера сюда явно. Так, укрупнение земель. Скоро сможем здесь строить плантации. Когда укрупнение земель откроем. Старший поэт завершен. Фермер, рудокоп. Минус 1,4. Нам всесеби надо будет следующим ходом беремму начинать строить, потому что я планирую высадку в Хатусу. Нам, хочу на Хатусу нападать. Служитель, мастер, фермер. Ну, я бы здесь городских специалистов делал на самом деле. Так что, давайте. Или служителя доведем. Ладно, давайте служителя, мастера. Так, что у нас с рабочими? Есть ферма. У нас... Я помню, что я там коплю на какое-то чудо, но там 1800, что ли, камня. Так, вообще, давайте глянем, какие тут у нас чудеса остались. По-моему, вот это, Суановиарект. Мне надо 1200 камней и 600 дерева. То есть, мне дерево как раз было бы неплохо. Но лесопилку здесь я что-то не хочу делать. Какие у нас еще рабочие есть? А, вот это... Эти дороги у нас ведут. Точно раз понял. Вот тут я хотел дорогу. Сто процентов. Здесь уже есть дорога. Нам осталось буквально два хода. Я даже, может, и следующим ходом соединю. Я думаю, в следующем ходу вот эту амбицию мы выполним. Так. И сдать закон добровольцы. Это я как раз веду. Укрупнение земель как раз к закону добровольцы и ведет. Так и есть. И контролировать даю ниту максимального уровня. Ну, для этого нам скорее муштра нужна. Так. Ну, я бы гарнизон... Я бы гарнизон, наверное, все-таки вот здесь делал. Гарнизон тут нужен для... И полприказа, и губернатора посадить. Так, а где я могу... Лесопил... Вот. Вот тут лесопилки, значит, делаем. У нас еще берема плавает, но пока не буду... Их использовать. Так, тут я что построил? Крепость. Построена крепость. Так, тут мне надо больше приказов, чем два. Так что лучше вот этим... Давайте вот тут... Сети. Ой, как раз все приказы исполнены. Причем, когда я присоединю к Гису, по идее, и Саяла должна будет. Сети, потому что у меня проплыв есть. Теперь, чтобы рассинхрона звука и видео не было, мне приходится выключать видео на переходовке. Но если что-то будет интересное, то я буду рассказывать. Так, ничего вроде интересного. Историки из государств, расположенных по соседству с Кушитским царством, с большим восхищением пишут о великих царицах-воительницах, которые не только воспитывали могущественных царей, но и сами правили страной. Еще будучи совсем юной, Ата Самали приняла важнейшее решение. Однажды она, подобно другим легендарным кушитским царицам, станет правительницей Кушита. «Сможете ли вы помочь ей притворить свой замысел в жизнь?» Ну, она же племянница. Ну, ладно. Так, либо свирепой, либо раскопщицей. Либо обучить ритуалам Амань. Набожный. Давайте набожный. Наместником неплохо тогда будет. Так, в цирке города Дакка во время гонок на колесницах среди сторонников синий, зеленый, красный и белый команд разгорелись волнения. Зачинщиков уже задержали. Что с ними делать? Опять отсылка к восстанию Ника в Константинополе, про который я делал видео. Так. Плюс три мятежника в Дакке. Ну, давайте. У нас там армия есть. Так, тут хочу дорогу уже точно довести. И выполнить. Есть. Видите, семь. Даже было написано, что семь. Выполнили амбицию. Генерал Кимон. Кимон. Ну, давайте. Форейнер. Зарубежный, блин. Иностранец предлагает возвести в Мирое монумент, прославляющий огромную торговую сеть нашей империи. Бронзовую колонну, на которой будут перечислены все крупные города и расстояние от них до столицы. Кстати, тоже в Константинополе я видел так называемый... Ой, как же он назывался? Так, чудесная идея. Триста. Ну, в Мирое, честно говоря... Давайте... Мирое уже легендарный город. Так что мне там культура не нужна. А вот счастье не помешало бы. Миллион. По-моему, Камень Миллион называется. В Константинополе вот это с расстоянием до всех городов. Тоже недалеко от АЭСов. Видите, этот тоже соединен. Так, ну, добиваем. И вот здесь у нас три восставших. Блин, чуть-чуть не хватает добить. А теперь хватает, да? Мадикин-воительница. И благодаря штурму еще и этого проатакуем. Так, тут лечимся. Стоим. Лечимся. 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 Просто пропущу ход. Так, и тут я построил крепость. На Сесебе нам точно Берему надо. Дерево недостающее. Да, покупаем. У нас столько бабла. Стены в даке. Так, ну, теперь благодаря тому, что охотнику можно у этих лучников миджай строить. Давайте покупаем дерево. Так, здесь фермера сделали. Этих граждан я бы оставил для плантаций. Тогда спрашивается, что строить. Ну, давайте прачника. Пока. Что-то я везде крепости доделал. Ну, и надо стрельбище. А, они здесь. Блин. Ты тупанул. Там не хватает. Здесь стрельбище. Давайте здесь стрельбище. Значит, нам надо два приказа. Так, пока все. Пока мы не можем никак дерево. Потому что у нас много сейчас и на стрельбище пойдет, и на держание лучников. Ого, Рим от войны пришел к перемирию и к миру вообще с Грецией. Так, улучшили отношения с ямами. Укрепили иудаизм не мы. Так, как у нас вообще тут... Да, плоховато с семьями у нас отношения. Прямо скажем... Улучшаем до лучника, прачника. По-моему, это последние. У нас все остальные... Все юниты улучшены. Возможные. Так. Лучники все. Рукопашники все. Пожди, а мы же булавоносов еще не открыли, да? Ммм, бой. Этот стоит здесь. Уровень коник. Ну тут кого-то одного тут добить надо. Дайте кровожадного. Да. наверно стоять буду я думаю что мы тут отобьемся сейчас еще берем у использую для атаки вот этого чувачка так вот здесь у нас сюда правильно мне предлагают сделать и этими так ну тут домики надо это вот у которых плантацию ну и все наверное пока не буду покупать еще приказы служитель мастер в миро и так есть фермер можно форум с архивами давать наверно архив потом форум вот так сделаем уж это все наука так следующим ходом можем плантации строить или мне в первых сериях что я построил светилище который дает плюс к прилегающим пастбищем они и окружил ее всеми они пастбища и вот так мы сделали да не очень конечно блин а почему он не карфаген нас атакует вот этот варвар пастбищем они и окружил ее всеми так мятежники образовали около города донгиил и у нас не выпало у нас не выпало нужная нам теха так что вот эту амбицию мы тоже не сможем выполнить судя по всему давайте наверно украсть исследований исследование и плюс еще гавань так выберем на насчет паритья подумаю а у нас кризис глава шпионов на следу как смысл нам красть технологии сил с нет углов главы шпионов мы не можем красть тогда пошли сюда в монашество так никаких каких законов принять мы не можем и что у нас по религии к религии мы тоже ничего не можем сделать потому что это же никак не и не распространяется и тут мы не можем даже строить миссионера язычество ну тогда да давайте губера атаку этого потому что у этого защита от городского района атаку этого и как крик прошел слава богу не пришлось еще кого-то подгонять так это у нас первый здесь сюда уже надо лучников размещать чтобы они опыт получали нам бы конечно мастера шпиона главу шпиона надо бы как-то открыть но он пока на недоступен реально воровать технологии рим в состоянии войны с ассирией но мягко говоря как они будут воевать ассирия тут рим здесь такое олигарх мутирдис любительница верховой езды приходит во дворец не умолкая о письменах которые то получил от странников с востока это собрание религиозных текстов называемое священное писание и учение о иудейском боге нет мы не будем распространять ничего говорю у нас игра я хочу здесь чисто через язычество сыграть тотально а то самали воинственная вдохновила недавнее посещение маяка в миро и она приходит к вам полная энтузиазма какое наставление мы и дадим так неповторимый предмет зависти всех наций она становится горделивой в мире еще много за за загадок становится изучающий любознательный и исследует мир наши генералы и солдаты стоять на страже нашей безопасности командиром становится вот это я согласен нет сейчас не время принимать иудаизм у нас вообще по моему в наших городах о только в одном городе иудаизм так здесь мы можем губера разместить ну кстати гарнизон у тут нормально будет тут мне нравится так раз один города без гарнизона как раз так а тут мы всех убили так так давайте я наверное куплю здесь клетку и тут же буду деревню строить так друзья почему я не могу строить а он ход потратил так тогда этих надо сюда переводить потому что они этой семьи относятся так сильно надо восстанавливать да не давайте а подожди в керме служитель мастер да давайте форум и архив начало архив потом форум в мергисе просто архив мы по науке отстаем существенно ухты у нас христианство основалось смерть человека известного под именем иисус христос дала толчок зарождению христианство на улицах керма отринув иудейские корни так называемые ученики господа проповедуют о христе сыне божьем призываю всех принять его как спасителя христианство основывается по моему когда есть сейчас вы вспомнили где должно быть написано там по моему требуется чтобы иудаизм был и что ли там два пастуха надо что ли построить давайте запретим проповедовать христианство язычники нет мы не будем хеттам помогать мы планируем на них нападать поэтому как бы странно было бы им помогать мадикин военачальница не но мы уже спокойно отбиваемся помните какие у нас раньше были волны нет если карфаген честно скажу тут меня из соседи чисто карфаген у нас вроде с ними с ними отличное отношение так давайте еще улучшать отношения отправим дары ям или нет сиджу давайте совсем что-то грустненько там и давайте попробуем торговое соглашение с карфагеном пожалуй лесопилку начинает железа не хватать козе дерево самый дешевый ресурс на карте так что может быть мне и не стоит прям в него сильно упарываться я все равно смогу купить так я думаю что на вандалов и данных я бы здесь не обращал больше внимания я бы перебрасывал армию именно к хатусе ну как какие-то юниты выка что-то ставим что-то мешается здесь до берем и два хода то есть тут как переправа осуществляется вы ставите берем у на якорь и юниты смогут сразу сюда перебраться но тут смотрите смотрите какого уровня берема у смена за один ход всех будет переправить все юниты иначе ну следующим годом моя берема будет убита так начинает народ в христианство переходить потихоньку ценители культуры все себе планируют устроить конкурс поэтов чтобы воспеть свой чудесный город они хотят чтобы их наместник наместница на видимак младшая приняла в нем участие пускай примет а только отвагу тут надо на отвагу прокачивать великий воин олигарх асата из мироя обращается ко дворю с неоднозначным планом прибегнуть к принудительному выдворению она считает что враждебные чужеземные силы призывают народ к восстанию данный замысел будет эффективен при подавлении бунта однако он приведет гневу население может оскорбить семью ям ведь многие из них родом из других земель я думаю нельзя так обращаться с верными подданными так наместник в мироя бдительный бережливый отважный давайте давайте пережили сушки а стоимость стоимость улучшений и тут то улучшение особо я просто интересно на чудо это влияет или нет она бережливый хочу взять большой цирк я не хочу строить я хочу строить сука на вееректа смена 15000 примерно деньги есть я в принципе могу уже прямо сейчас начи так но мы давайте рощи сначала просто суин как он там матерно так называется сука на вееректа надо будет в столице строить не хочу не хочу повышать боюсь отсюда юниты уводить карфаген нападет печаль будет любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку это я построил форт а ну да я я что-то его и держал так вот тут уже уникальный лучник заканчивается ну и здесь я беремуда строит уже буду уникальных лучников строить не знаю хватит ли армии потому что вот армия хатуса ведь написано аналогично аналогично но она же вся в этом городе собственно какой-то мечник я не знаю куда могла хатуса деть свою армию еще так наш супруг тяжело больной вашей сестры тоже тяжело больная наш посол погиб генерал лучников погиб наместник мироя погиб с ужасом было лет тридцать семь пятьдесят четыре шесть но за только если 64 до во время обучения а то самалия воинственная подружилась с юной аманире на отпуском семьи ям они стали практически неразлучны так это самали может посетить имение ям давайте такая то мы благодаря широким связям с купечеством верховная советница ассата негласно заключила крайне выгодную сделку с римлянами за ее помощью некоторых вопросах ли римляне готовы нам щедро отплатить 6 науки течение 40 лет 12 цивиков я бы наук убрал 10 процентов от нашей науки так у нас нету послов чтобы назначить и аня наместники есть давайте лучше этого олигарха о сукна веерект отлично вот ее и будем создавать прилегающий центр города требуется ну давайте здесь 13 15 тысяч 15 лет будет делаться а это кстати вот уникальный юнит кушитов лучник миджай так продолжаем здесь давайте стены или 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 с два гражданина давайте пастуха и рыбака так лучше сначала а потом стены и сэсэби лучниками джай все было 20000 все куда-то делось так значит чтобы перебрасывать берут становлюсь сюда и на якоре соответственно матери отсюда сюда можем перебраться но пока еще не начинаем и и и и и Блин, фиг знает Хватит ли у меня Сил Смущает, но сейчас пишет Слабее Но они ни с кем не воюют Я не знаю, что у них там Это я сейчас просто построил два юнита А еще вот эта армия Карфагена мне не нравится И как-то у нас уже Похуже Сила Но хатусы все захватим Это будет шикарный город Там еще и подано с музеоном Не знаю, где тут Вот где тут хатуса может кучу держать Тут вообще даже клеток довольно мало Высаживаемся вот сюда постоянно Так вот зачищаем Тут занимаем клетки города У нее только если Морские юниты А морские юниты могут наши атаковать Только если у нас на побережье Еще генералов куча умирает на службе Так, харизма Новый глава семейства Ям Опять херовые отношения Да Так, напряженно вели переговоры С представителями как Рима, так и Карфагена Ну конечно с Карфагеном улучшаем отношения Блин, 270 науки им Ну они и так там впереди по науке Так что ладно Так, начнем сосредоточиться Давайте на стратегии логистики Так, о Карцагиня от Асамали Назначаем послом Так. Так. Охотник на слонов Так, здесь прачника завершили А, блин, а что я рощи не строю? Ох Этого тоже подводим Не могу пока перевраться, потому что война не объявлена Только поэтому Как-то неудачно тут стоит постоянно Постоянно мешает мне пройти Так, четыре Четыре приказа Давайте дары Ям А Посол умер до того, как торговое соглашение смог заключить Ну давайте еще раз торговое соглашение в Карфаген Очень хочется, чтобы Осирия с Карфагеном воевали Но пока что-то не видать Чтобы они планировали Ну что, походу надо Объявлять войну Хет там я имею ввиду Ну что, походу Ну какая-то армия есть, мне тут что-то подубьют, но я так понимаю, что основное все-таки это эти морские юниты Коня, мне кажется, убьют Еще вон катапульта, конечно, неприятно, она урон по всем нанесет Еще тут не доплывает, да, сюда Не, ну этого мы убьем Вот дальше как пойдет Не, не буду укрепляться, посмотрим сколько Ну, эта армия не сильно мне страшна, мне кажется Но что-то, мне кажется, мне коня колесницу точно убьют Фига, за два удара Убили топорщика И еще одного Прокаченных, а что так больно? Что-то реально очень больно Порщика Не смогли закон о доброе просто открыть даже Так, лучник на верблюдах, либо бы давайте боевого слона Он панику делает Блин Кого очаровать В ответ на вашу великодушную поддержку Карфаген во времена нужды Царица прислала из Карфагена вам приглашение За счет за честь, если вы посетите царский дворец Давайте, наверное, наследника очаруем Все-таки 67 лет Царица Так, давайте философию будет изучать Наместник в керма хитрая, либо ловчая Лагерь сети У нас тут ни лагерей, ни сетей нету, да? Открывает доступ к каравану Это мы деньги ему Ну давайте караваны какие-то поделаем У нас минус два прокаченных юнита Просто вот на ровном месте Фактически После успешного разгрома хитских войск Генерал Шерокер-младший Рассказывает о храбрых подвигах одного воина Давайте, нам нужны хорошие военные умы при дворе Хотя там колесницу давали еще Вот и нам нужны conseguи 2 и 3 юнита колесницы этой завалили по-моему неплохо ну и мы два потеряли а это плохо наверное сюда и марш броском сюда встанем она даете вот это наземные наземные юни всех наземных юнитов завалить надо тогда мне кажется хатуса обречена этот мечник я не думаю что меня должен как-то сильно волновать хотя можно сюда встать до его обстреливать да кстати мы должны закон сейчас мочи какой-то а там он наш друзья что мы сейчас открыли мы сейчас открыли картографию гавань можем строить и украсть и так блин я же хотел отменить украсть исследование так и оставил да молодец ну вот гавани рядом с сетями на нужно будет естественно строить здесь садовник и у нас даже по-моему какая-то семья оливок хочет да вот сиджу блин минус 2 уже в яма как мне неудачно постоянно с этой семьей всю игру это было написано всего 7 догадался и беремен работе а удивлен кстати что первым по беремене минус 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 лучник третьего уровня и среди поставил лучника в лес а вот это я не ожидал вот эту колесницу но он куда-то отступает ведь он не нападает мятежники у дангила царица мудрая мертва 9 мудрости 6 харизмы тут тоже мудрая довольно но она какая-то она продажная на какая-то так себе не уменьшилась явно еще меньше ходов у них стало что уменьшилась легитимность этой царицы такое ощущение блин улучшились ямами на 40 а стало еще меньше вот торговые отношения так ну давайте камень замуштру наверно вся блин с другой стороны мне он и максимальный уровень надо бы я всего три амбиции выполнил охренеть очень плохо она цивики давайте на камень я хочу я не очень выгодный курс конечно обмена но это улучшить отношения видите насколько хатус и даже стен нету по идее быстро должны становимся в лес чтобы ему было тяжело по нам стрелять должны убить так керма триумф получит мнение семьи ирджит вот это нам не основу уровень счастья в керме муж креме не строим юнитов военных давайте лучше счастья повысим 2 670 надо и генерал получит отвагу никакого мира там всего один город захватить надо тонами воин подходит к нам с крайне задумчивым видом он хмуро рассказывает что к нему обратились карфагенские военные с просьбой посетить их страну и помочь с обучением новой армии хотя сперва его предложение не прельстила тонами задумывается не будет ли это хорошей возможности побольше разузнать об их технологиях и методах тренировок блин карфаген три юнита получит но мы зато боевой строй откроем у нас карфагеном вроде норм отношения ну блин так новый наместник есть есть для посадю смотрю еще где-то наместники нужны в более населенным кати 60 лет умрет скоро но надо тут как раз нету у нас тут не хватает из семейства яма наместников так пока так да это верблющается убить моего лучника осталось наземных два юнита осталось у хеттов ну вот это еще плывет вот эти плывут точнее обратно но они пока доплывут у миро и появились в астана я сесть натрачу все приказы чтобы с хеттами разобраться и и и и и и и и я и и и и и и Ну, не охочется терять юниты. Наземную группировку хетов мы расхреначили. Хотя я не понимаю, почему они так больно по мне били. Так, где еще? Вот тут. И рабочих куча стоит без дела. Плохо, конечно. Ведь эти уже все сильнее стали, потому что у меня куча юнитов погибло. Еще мятежников. Так, бесплатный придворный солдат. Мне там надо четырех придворных получить, блин. Ну, надо открывать, к сожалению. В своих философских изысканиях Насахма особенно привязался к одной из своих наставниц по имени Гепатия Целомудренная. Будучи дочерью знаменитого математика, та сумела превзойти своего отца и теперь обучает тех, кто ищет знания. Также сочиняет новые трактаты. Так, ну-ка, двору надо приглашать. Хочется философскую школу основать, но у нас амбиция четырех пригласить ко двору. Видите, двоих уже пригласили. Вот это будет третий. Думаю, это мы выполним. Но вот уровни получить тоже у нас не получается. Клей так мало для атаки, но мне кажется, должно нам хватить все-таки силы. Все, убили мне беремую, я теперь не могу обратно ни туда, ни обратно. Думаю. 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 Блин, обращала панику Паникой-то он отступит И уже тут надо было его обстреливать Типа он не в лесу А, приказа не хватает Сейчас я подумаю Надо ли мне покупать Наверное, надо Слишком много мятежников в Мирое Продолжаем лучников Миджаи строить Да, и все еще куча приказов Опять не хватает Рабочим приказы раздать Ну тут Уже сейчас основное мы использовали Тут много приказов сейчас не надо будет Приказы раздать Так Что-то греки от нас хотят Друзья, они нам дадут 100 науки за это? Если дадут 100 науки, то я бы поделился Давайте глянем Да, дали 100 науки Хорошо Наши шпионы получили сообщение От Занбак Правительницы Карфагена Адресованная лично вам Это параноидальная тирада Бесконечный поток обвинений и лжи Очевидно, она убеждена Что вы строите против нее козни Возможно, стоит смягчить напряжение Протянуть оливковую ветвь Беспокойной воительнице Так Заверить ее, что мы ничего не имеем Против Карфагена Отправить ей в дар чудесные товары О, отправить ей дар зараженных работников Прикольно Больные граждане в Тевесте Причем Это мы не портим отношения С самой царицей Мне тут сейчас колясочку Завалят Причем Обратите внимание Беремые не атаковали меня этим ходом Он просто уплыл Потому что, я думаю Захват Хатусы Не должен Ну, хотя долго Долго снимается силы тут Так Этот стоит просто Этот стоит Мы даже Свалить отсюда никуда не можем Так Здесь надо Убить И вот теперь Я, наверное, даже рабочими Сначала похожу Даже сначала Рабочими Дорогими Торогими 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 Так, тут деревню нельзя пока Вот, давайте сети Да, железо Маловато стало Это потому что лесопилки начинают много железа потреблять Служитель мастер, старший служитель Фермер, они тут быстрее строятся Какой больше еды даст вот этот Потом, возможно, рудокоп или камнетез Три хода Ну, давайте казначейство три хода, ладно Тут лучник миджай Заканчиваем Заканчиваем Обратите внимание, что Рим в союзе с Египтом И объявил войну Вавилону А мы даже ни Египет, ни Вавилон не встретили еще Царица нетерпимой Давайте празднество в честь Их нации Увеличиваю вашей династии Так, это нам надо амбицию выбрать Основать гностицизм Контролировать пять старших специалистов Пять морских, нет, пять морских химии Просто даже не надо столько А вот пять старших специалистов Вполне возможно, тем более, что мы одного уже контролируем Так, вот тут Вы, может, не видели Но колесница Вот так как-то проехала Тут переправилась каким-то образом И уже здесь По-моему, немножко нечестно было Блин, может мне все себе опять беремоу лучше строить Мне надо Часть этих отремонтируйте Часть Ну, почему я называю беремость Это трирема С другой стороны, блин, восемь ходов Как-то долго Есть садовник Это мы Сиджу Оливки, точнее Оливки мы Сиджу Передадим Ну, старших специалистов делаем Раз у нас амбиция такая Сначала лучника Потому что он сейчас отойдет Теперь пань А, мы даже Нет, не убили Добьем 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 Ну не хочу я тут ничего грабить Я ж надеюсь, что это мой город будет Посмотрите, а может я тут могу перебираться Раз там... А, я понял Это его территория была Да, на своей территории Между двумя берегами можно То есть если вот как-то захватить Так, слушайте Знаете, что мы попробуем А, я ж не смогу эти выкупить Никак Или смогу Давайте сейчас посмотрим Если я сюда становлюсь Я могу эту клетку купить? Ну, употребляет Приказ 40... А, у меня денег нет Нифига себе, так непривычно, что денег нет Да, слушайте, я сейчас попробую Вот так вот клетки выкупить досюда Чтобы можно было просто без всяких берем перебираться Так, а тут я не могу пока купить Ну, меня не граничит с моей территорией никак Тут встану, чтобы налет очередной контролировать, если он будет Так, ну, пожалуй... На этом тогда все Серию заканчиваю Спонсоры могут поискать уже продолжение в плейлисте Надеюсь, тут уже проблем со звуком не будет Я старался уже по-другому записывать и по-другому монтировать буду Сейчас будет переход хода На этом я с вами прощаюсь Играйте умные игры Слава Беларуси и Живи Украина Всем пока Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Лайк, комментарий, подписка Возможно, суперспасибо и спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok